Вопрос, связанный с ударами по саудовским НПЗ, мы не обсуждали, но вы знаете нашу позицию, позиции в России. Во-первых, действительно, в Йемене существует очень серьёзная гуманитарная катастрофа. Это ситуация, которую вполне можно назвать катастрофой. И мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру. Первое. Второе. Мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются договорённости между всеми сторонами, которые вовлечены в этот конфликт. И вот, находясь здесь, в Турции, в стране с преимущественным мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана, где сказано «Вспомните милость Аллаха». Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Я думаю, что исходить нужно как раз из этого. В отношении помощи «Вы стали братьями по его же милости». Подчёркивается, что то, что разделяет людей и ведёт к конфликтам, должно уйти на второй план, имея в виду духовную близость между людьми. Что касается помощи Саудовской Аравии, то, кстати говоря, в том же Священном Коране сказано и говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрые государственные решения. Так, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надёжно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии. Спасибо. 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 Спасибо.